Наши любимые кадры. Подхожу к машине, открываю. Катюха. Ставлю камеру на приборку. Итак, мы начинаем влог. Три месяца я не снимал, мне немножко тяжело. Где-то я буду подтупливать. У нас за это время много чего нового было, интересного. Самое главное и важное, это то, что у нас будет 12 августа свадьба. Мы станем полноценной ячейкой общества, дорегистрированной и так далее. Вся деталь у Катюхи во влоге, поэтому обязательно перейдите на канал Катя Ежова и посмотрите у нее там со всеми деталями. Господи, как жарко в тачке. Какая задача 29. Что еще интересного у меня? Всякие детальки по машине есть, не очень приятные. Ну, я там, наверное, уже позже расскажу. Сейчас мне неохота вылезать. Компьютер я новый собрал, тоже вам все это дело покажу. Берегите, сейчас и влог просто прекращаешься, типа все потом. А, вот! У меня сняли монетизацию с Ютуба. Наверное, в ближайшее время буду переезжать в БК, потому что есть ощущение, что ближе к осени Ютуб будет закрывать просто. 8-го, то ли 9-го мая, прямо на День Победы у меня сняли монетизацию. Ну, понятно, по какой причине. На самом деле, насчет монетизации, мне кажется, ситуация упала не только из того, что ее отключили, но еще из-за того, что мы полетели на Пхукет и думали, что нормальный будет просмотр, и людям будет это интересно, как бы актуально. А по сути, как будто Ютуб не давал нам получить больше просмотров. Я не знаю, как это работает, но вот просто вот не давал. Вот какой-то пик у нас достигает, все, и больше просмотров. Ну да, я смотрел по графикам, виден рост, то есть аудитория начинает смотреть, а потом как будто я в теневой банк попадаю, и нового трафика не получаю. Причем смотрю каких-то нонеймов, которые, ну я бы не сказал, что у них там прям суперкрутая картинка, суперинтересный рассказ, они, не знаю, ходят по рынку, снимают на полчаса, ну просто вот показывают все, как я... Без клеем, без всего, просто вот... Блин, я там типа 150 тысяч просмотров. Я не говорю, что я какой-то суперклассный, и мне нужен трафик, потому что я ежов, нет, но тем не менее, все-таки я считаю, что мы неплохо снимали в Таиланде, и можно гораздо больше трафика получить. Наверное, поэтому под конец мы уже в последнем месте перестали снимать. Да мне уже впадло стало снимать, и когда смотришь, там, я не знаю, кто-нибудь потанцует там на камеру, подрыгается 3 секунды, оп, 100 тысяч просмотров, я, блин, снимаю это все, монтирую, цветокорю и т.д. и т.п. И как бы хер. Может быть, со мной что-то не так, я не знаю. Ой, можно поблить. Поэтому мы все равно соскучились по камере и все равно продолжаем снимать. Даже если это будет набирать так же мало просмотров, все равно будем снимать. Но при этом я все равно перееду в АК. Катюха пошла в Макдональдс, сейчас нам возьмет по кофейку, а я сейчас заливался топливом. Первый раз на Татнефти 95-й Таннека, по-моему, называется. Это Евро-6. Не знаю, попробуй где-нибудь на трассе подразогнаться, посмотреть, насколько он классный или не классный. Может, типа просто маркетинг. Но по-моему, это вообще единственное топливо в Москве, именно Евро-6 стандарта. Потому что ЭК-то на Лукойле, которым я в основном заправляюсь, это Евро-5. Сотка тоже Евро-5. Но на Газпроме там, по-моему, тоже. Ну, если что, напишите в комментариях. А сейчас мы что у нас по делам? Надо на почту заехать, там надо чувачку отправить. Кое-что, что я продавал на Авито. И дальше будем кататься. Еще по поводу тачки я вам хотел рассказать. Мне тут пожгли дверь. Вот тут у меня был гудрон. Просто делали ремонт дороги, вот так вот все захерачили. Вот тут, видите, может быть, такая ребристая. Фигня, это вот сожгли мне краску. И вот эта деталька, она, ну вот, в таком состоянии. И с этим еще буду разбираться. И позавчера я вот этим колесом напоролся на такой болт, ребята. Вообще пипец. Ну, слава богу, что не пришлось менять резину, потому что сейчас все деньги на свадьбу уходят. Хотя даже сохранила. Вот такая херобора. Это Сотка. Ну и тут мы ездили в небольшое автопутешествие. Опять же, я не снимал. Мне вот сюда прилетело. Видите, тут царапины. Невозможно зашлифовать. Поэтому буду ездить вот с такими приколами. А эта мне из-под газели, короче, прилетела. Она наехала на какой-то кирпич на дороге, расколола. И кусочки полетели в мою машину. Вот так вот. Есть теперь коцки у меня у машины. И все это произошло, ну, в рамках одного месяца фактически. Ну, полутора. Ну, я особо не расстраиваюсь. У меня философский подход. Я знаю, что машина дорогая. И надо за ней ухаживать. Но ничего не поделаешь. И тратить нервы из-за этого я не хочу. Пожалуйста. Ну, как в ресторане под ключ. Побери пакетик, пожалуйста, без слива. Спасибо. Вот этот напиток, я хотел сказать, очень понравился мне. Слива с чем-то там. Вообще пуха. Что-то какой-то тяжелый пакет. Ты что там набрала? Наггетсы. Свинья наггетсы, да? Тебе и мне. А, я думал, это бургер какой-нибудь. А, хотя мы все и не ели. Надо больше бытовухи, кстати, записывать. И тебе тоже. Ага. Потому что Катюха сегодня приготовила офигительный бургер. Прямо как будто в ресторан сходила. Все. Все. Они острые? Это просто не видели, ребят, скорее всего. Это куриные ноги или крылья. Крылышки, по-моему. На один из трех? Написано было, да, на один из трех. Приятного аппетита. Так, это тебе. Держи. Тут прикольно. От Макдака 10 минут все ехать до Польши. Но назад придется немножко поторчать. Я сейчас заправился топливом. Впервые новым. На Татнефте, Танека называется. А на стандарте Евро-6. До этого Евро-5 я заправлялся. Я не знаю, хорошо это или плохо. Держи. Не особо разбираюсь. Но где-нибудь там на трассе выйдем. Ну, я попробую педальку в пол нажать, посмотреть. Ну, типа, есть ли разница. Боюсь. Было бы мне. Ты мне снимаешь? Снимаю. Ту-дю-ду-ду. Не, честно снимаю. Думала я, что все пустяк оказалось. Все не так. Полезное питание? Что это такое? Кто вообще придумал это? Полезное питание? Ну, вообще полезно. Смотри, я черешни взяла и водички сколько. А это, чтобы вот остался этот небольшой процент радости в жизни. Ну, это типа, я понял. Красиво? Красиво. Ты на сколько миллиметр снимаешь? 15 вроде стоит. 15? Может, поближе? Чтобы я такой был. Ну, главное, чтобы не видно было, что у меня волосы растут. Ну, запихни мне их обратно. Если они другие. Все, ты уже запихнул? Нету? Нету. Все нормально? Да. Я хотел рассказать, как я кольцо Катюхе дарил. Полная версия у нее на канале, но я мужскую версию. Я не хотел там вставать на колено, куда-то прятать айфон. Унижаться. Унижаться вот это все. Какой айфон? Такой. Ну, на айфон я имею в виду, люди снимают, ставят его куда-нибудь, типа, чтобы не видно было. И там, типа, вот это все снимают, там слезы и все такое. Банально, да? Банально. Не, ну я, конечно, отчасти мне скажешь, как дровосек, но все равно мне показалось это любопытным. Час прошел, два, три, четыре. Обычно мне все мешается, я, блин, руку кладу под подуху. Ты сразу начинаешь, типа, ой, неудобно, вытащи. Мне все, кольцо положу, коробка. Думаю, блин, когда нужно пищать начнет, хоть что-то будет происходить. Все, не выдержу, подхожу. Улыбаюсь, Катя там сидит, что-то там листает в интернетах своих. Я такой. Ну, может, эту руку под подушку запихнешь, посмотришь. А что там? А что там? А что там? Андрей, а что там? Чуть-чуть подкраснела такая. Ну, ты сказал подарок. Ну, я там не помню, да, типа. Но я и подумала, подарок мне так иногда что-то может подарить, да. Наверное, подумал, как у тебя айфон, да? Ну, нет, я думаю, может быть, что-то из того, что я тебе говорила, что мне нравится, там, для волос или для лица, что-нибудь уходовое. Может, ты что-то такое купил. Ну, я просто не выдержал и пошел к тебе. Надо как-то действовать. Аж так, блин, проспишь. На следующий день, пока подушки сбивать не начнешь, не найдешь. Просовывает. Вся покраснела. Чуть-чуть, так сказать, увлажнились глаза. Открывает. Подзаплакала. Андрей. Ты помнишь? Да, и твой вопрос был, ну че... Андрей, че, правда? Нет, ты говоришь, ну че, жениться будем? Вот так ты спросил. Ну да, я сказал, ну че, будем жениться. Андрей, че, правда? Вот. Ну, в итоге мы оба в позе лотоса с тобой, как помнишь, такие лежали, обнялись, Катька там плачет. Такой, че, правда, Андрей? И повторял, и повторял. Я чувствую, Катька горячая стала. Лицо красное, заплаканное. Сама вся теплая. Ну, такой, знаешь, легкий пот от, не знаю, волнения, как это назвать. Так смешно было. Не, ну я как бы не хотел это все снимать, это эмоции, я хотел, чтобы они настоящие и были для меня. Вот, вот так вот сделал предложение. Просто хотел эффект неожиданности, немножко не получилось, пришлось форсировать все это дело. Ну, было мило достаточно. То есть, может быть, сейчас рассказ звучит, ну, не очень убедительно, как-то нелепо, фигню какую-то придумал, но, как бы, если видеть это все, было прикольно. Андрей, че, привет! Ну, и, там, через несколько дней мы через госуслуги... Ну, я тебя отправила, а ты принял. А, ты инвайт, 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 я говорю, давай кидай, инвайт. Там, через госуслуги, я не знаю, если кому-то предстоит, там, ну, как бы, кидается инвайт другому человеку, он должен согласие принять. Потом, ну, и после того, как вот это все сделали, съездили в ЗАГС, выбрали мы в итоге площадку, как она правильно называется, где канатная дорога, на, как это, Воробьевых горах, да? Ну, да, вроде бы, да. В Москве вроде живу, а еще что-то прям какое-то топливо. Да. Ну, я думаю, вы катались, знаете, это место, кто в Москве живет. Вот, и там у нас будет роспись. Какого числа? 28-го. Да, значит, помню, 28-го. А 12-го августа у нас будет тоже роспись, но уже для родственников, выездная регистрация и сама свадьба. Мы ее праздновать будем в Брянске, потому что там основная масса родственников и... Ну, сколько, ну, от 30 до 35 человек у нас пока не финальный список, но столько у нас будет гостей. Ну, должно быть прикольно. Слушай, а там должно быть написано что-то, а то я еще снимаю. Ну, там рамка должна быть красная. Нету. Ну, куда посмотреть? Ну, подожди, а... Точно сюда надо было нажимать? Просто не появилось ничего. Шучу. Все, я сняла. Обкакался? Я когда-нибудь так подшучу, вот у тебя, это у меня еще такая реакция, а у тебя какая будет? Ну, покажу. Будет Андрей! Я потом, блядь, с регистратора звук сниму, если че. Видосик, который у нас получится от видеографа, ну, либо во влог куда-то вставлю, либо отдельно загружу, либо Кате это сделает. Ну, посмотрите. Ну, я 100% выложу его отдельно, он будет минут на 10, вот, а ты, если хочешь, вставь куда-нибудь. Ну, если будет на 10, то можно, да, и тебе на канал, и мне просто отдельно выложить, и аудитория посмотрит. Да. По деньгам, ну, так, дороговато достаточно, цены там на все высокие. Кто там недавно праздновал, прекрасно знает, каждая мелкая пипка до 30, до 20 тысяч, какой-нибудь столик добавит еще, там какая-то сумма такая кругленькая. Ну, тем более, это не покупка, а просто аренда. Вот. Ну, ничего, ладно, справимся. После свадьбы мы, скорее всего, с тобой никуда не поедем, потому что будем бедные. Ну, может быть, там что-то подарят. Сейчас чихну. Ну, какого-то путешествия у нас, наверное. Давай, чихай. Спасибо. Слышали, да, как Катя чихает? Ну, я рядом с камерой нахожусь, наверное, это громко было. Ну, ты просто очень тихо. Так вот, свадебного путешествия у нас не будет. Подкопим и куда-нибудь сгоняем, когда будет полноценный отпуск. Так что скоро я буду женатый. Ну, а что, многие все равно скептично смотрели на наши отношения, говорили о том, что мы разбежимся через 2-3 месяца, но они были неправы. Слушай, ну, во время притирки, на самом деле, не все так просто. Все-таки разные люди. Ну, нет, это, в принципе, непросто, и все равно у нас есть такой таймлак по возрасту, да. Ну, да. Есть еще над чем работать, чем мы не идеальны. Говоришь так про меня. Нет, я и про себя говорю, я и про себя говорю. Ну, понимаешь, я более такой уже сформированный, да, я вредный. Да, я об этом открыто говорю. И не скрываю этого, но периодически, да, случаются. Ну, в целом-то все хорошо. В целом, да. Ну, это опять же такая вот какая-то притирка, мне кажется, со временем это все идет на нет и будет хорошо. Угу. Я сейчас на себя наведу, чтобы вообще у меня было видно. Ты только знаешь, что ее держи, потому что у нас сейчас будет поворот налево. Да, держи. И она может улететь в сторону. Что я хотела сказать? Главное, вот эти пипки не трогай, а то шуршать все нафиг будет. Я хотела что-то сказать. А, ну, по поводу того, что раньше я прям реагировала на вредность Андрея. Такой же вредностью и даже еще с какой-то агрессией. То есть я прям, меня так раздражало, так бесило. Я думаю, ну, как так можно, как так можно? И я прям бесилась. Сейчас я правда стараюсь, я очень стараюсь. Вот он что-нибудь там вот мне говорит. Я понимаю то, что он не вкладывает в эти слова, в эти фразы такой смысл, каким его вижу я. И пытаюсь это все на нет свести. Думаю, ну, окей. Видишь, в отношениях абсолютно не важно, кто прав, кто виноват. А для меня на самом деле обычно это всегда было важно. Не знаю почему, я вот прям борец за справедливость. Мне хочется, чтобы вот если я знаю, что я права, все должны знать, что я права. Но сейчас работаю над собой, пытаюсь абстрагироваться. Я типа, какая разница, ладно, не права, значит не права. Ты получаешь от этого краткосрочное удовольствие, но при этом ты разрушаешь вот эту гармонию семейной жизни и просто вносишь негатив. Я не говорю, что ты постоянно так делаешь, я тоже так делаю. Ну, хотя у меня в меньшей степени, мне вообще наплевать, кто прав. Да, но я не то, что доказать, хочу просто позицию преподнести. А так, если ты помнишь, я никогда, а я прав, я такую фразу вообще никому не говорю. Так ведь? Наверное. У меня бывают сексистские вот эти загоны, как я мужик, но я скорее это от шутки делаю. Все-таки, да? Кажется шутка, ребят. Есть дули шутки. Самое главное, что мы сделали этот шаг, подали заявление, сыграем свадьбу, и ты, может быть, еще там подуспокоишься. Ну, естественно, мы не все показываем. Да, у нас тоже бывают ссоры. Мы не заглядываем друг в другую в рот, там комплиментами сыпем. Да, бывает. Я не понимаю, почему. Вот я, короче, дома, я обычно никуда не выезжаю, только вот с Андреем после работы вот куда-то прокатиться. И я привыкла, что, ну, мы катаемся на машине, думаю, зачем наряжаться, одеваюсь просто в спортивный костюм, раньше так делала, и все. А потом я что-то так соскучилась, думаю, я же девочка, я хочу одеть что-нибудь такое красивенькое. Вот, и в последнее время начала немножечко там рубашечки одевать какие-то, брюки какие-то, брюки какие-то. Вот. И когда я одеваюсь, я жду, пока ко мне подойдет Андрей, и мне кажется, что он должен сделать комплимент. Вот я прям так чувствую, должен меня похвалить, что я себя не особенно красиво выгляжу. А когда он меня не хвалит, я уже думаю, ну, сама спрошу, окей, как я выгляжу? Он говорит, нормально, хорошо. Я думаю, в смысле нормально? В смысле? Хочешь я тебе вот скажу вот по-честному, можешь верить, можешь нет, но я просто вслух не проговариваю, но про себя думаю, прикольное дело. А почему вслух не говоришь, мне приятно это слышать? Ну, я не знаю, я вообще в плане комплиментов, если ты заметил. Я из той категории мужчин, что любят доказывать делом, да, а говорю я при этом мало. Я очень редко говорю, что там, я тебя люблю. Ну, редко, да. Это правда. Говорю, мне просто вот один раз я сказал, все. Если что-то изменится, скажу, да? Да, если что-то поменяется, я обязательно дам знать. А я наоборот, каждый день говорю. И то же самое комплименты. Ну, Катька вот мне, например, часто говорит комплименты. Сто раз на дню. Мне приятно, да. Ну, я вот такой человек, я всегда такой был, и я даже в первый день тебе об этом сказал, что я на комплименты такой сухарю. Но при этом вот я тебе клянусь, я в голове думаю, ты что-то надеваешь. И мне нравится, это было прикольно. Можно мысли вслух, пожалуйста. Сосочка нереалочка, ты вот что-то до этого надевала, там, мне правда очень понравилось. И это было прикольно. Ну, просто вот я такой человек. Мысли вслух надо, чтобы я это слышала. Мне же приятно будет. Ты должна на мои глаза посмотреть и увидеть все в них, понимаешь. Или, знаете, я что-то приготовила особенное. Спрашиваю, ну как тебе? Он говорит, о, вкусно, классно. Я сейчас думаю, где эмоции? Где вот это вот все? Надо говорить, что это божественно. Как на меме. О, салатик! Да. Где чувак там руками махал, помнишь, да? Да. Самое лучшее блюдо в мире. Самое вкусное. Вот так надо реагировать, когда женщина что-то приготовила и оделась. Слушай, ну люди разные. Я при этом, ну, достаточно эмоциональный. В плане, там, поугарать и т.д. и т.п. Ну, все, что касается вот комплиментов и так далее. Надо мне так же. Короче, нужно перестать говорить, что, там, я тебя люблю. Ну, или делать это, там, раз в две недели. А не каждый день, как это делаю я. И когда он меня часто спрашивает, ну, что, как тебе нормально выглядит? Хорошо я выгляжу? Как тебе вот эти кроссовки с этими, там, брюками? Я ему говорю, что, вот, вот эти классные, эти лучшие, там, это вообще круто смотрится. А я не в плане комплиментов спрашиваю. Я в плане, чтобы ты мне помогла просто оба. А я пытаюсь тебе сделать комплименты. Я думаю, тебе будет приятно. Короче, надо мне просто, как сухарь тоже, отвечать. Нормально, подходит. Хорошо. Видишь, я тебе, как бы, душу раскрыла. А ты это преподносишь, как будто я, ну, типа, специально не хочу тебе комплиментов. Просто такой человек. А ты специально говоришь, что я не буду делать тебе комплименты. Как будто назло. Ну, просто знай, что... Я не говорила, что не буду. Я сказала, что можно так попробовать. Зато мы, когда приезжаем к мамке, она тебе комплименты говорит. О, да. О, да. Так что это компенсирует его поведение. Мама Андрея, она как бы, да, она часто так, потому что я там красотка, говорит. Мне приятно. Мама Андрея. Мама Ёж. Она мне... Называю Людмилу Николаевну. Я же твою мамку называю Ольгой Николаевной. Ты с ней общаешься раз в полгода. Я с тобой каждый день общаюсь, так что... Да, если бы я каждый день общался, я бы все равно ее Ольгой Николаевной не называю. Нет, Людмила Николаевна это очень официально и как-то долго, я не знаю. А самый прикол, вот сейчас вообще это, не знаю, почему сказано, но я почему-то вспомнил. Мы же все Николаевичи Николаевны. И когда твоя мама и моя мама сзади сидела, в машине четыре человека с отчеством Николаевны Николаевич сидел. Квинтэссенция просто. Так у меня и бабушка Николаевна, у меня все. Так долго болтаем насчет всего, все темы затронули. Но, ребят, вы же давно просили, что возвращайтесь, возвращайтесь. Да ничего, болтавки тоже люди любят. Можешь мне ее гадать? Могу. Ну, она нормально будет стоять. Не-не-не, сейчас она не упадет, конечно. Я медленно еду. Пьет йогурт. Чудо. Это не реклама. Это Катя меня приучила. Один раз попробую, так понравился именно вкус клубника-земляника. Не знаю, может быть и вредно, но вкус мне очень нравится. Я его практически вообще не пью. То есть, один раз я взяла его, Андрей попробовал, и все, он теперь его часто пьет, а я нет. Но приучила я. В Сочи это еще было? Насколько помню, в пятерке мы брали, и я такой, ничего себе, прикольно. А я последний раз чудо пил чудо молоко клубничное. Это было сто лет назад. Бренд-то старенький на самом деле. Нифига себе мы наболтали. Тебе было минут 5, уже 17, охренеть. Уже 18. Ну ничего, ладно. Для первого блога нормально. Сейчас еще домой приеду. Так усишки вытираем. Покажу вам новый компьютер для затравочки. Взял себе 4080. И когда уезжали мы с Пукета, прям, ну за сколько, недели за две, да, наверное, я процессор купил. Его не было в России еще. Это 7950X 3D. А сейчас он есть? Да хрен его знает. Просто когда он у меня есть, я че его смотреть? Ну, как бы мне без разницы. Ну, в общем, все покажу. Ну, и корпус я себе такой симпатичный взял. Ну, и вообще, зачем это все произошло и почему, тоже расскажу, блядь. Расскажу, расскажу. Все потом, ребята. Ну, давайте про новый компьютер. Включил сейчас свет, потому что было очень темно. Уже время практически 9. Из окна вроде кажется, что светло. Ну, когда вырубаешь, вообще темень какая-то. Вот сами смотрите. Хреновенько видно. Так, ну, давайте про периферию расскажу. Оно у меня без изменений. Это Keychron Q3. Смотрите, какие прикольные клавиши себе взял на Алишке. Под ретро стиль. Очень нравится. Мышка G603. Ничего удивительного. Монитор остался, как прежде. UL950V от LG. Ну, и сам корпус. Это у нас Jones Bo. Вот такой прикольный мешек. Тут все продувается. С этой стороны тоже. Немножко пыльно. Смотрите, полетело. Но я его ни разу не пылесосил с момента, как собрал. Там у меня внутри, как я и говорил, процессор. Вот такой красавец, который я привез с Пукета. Видно, да? 7950X 3D. За сколько я его покупал? Ну, в Advice. Не помню, сколько в батах был. Но, в любом случае, он был дешевле, чем в России. Видеокарта у меня 4080 от MSI. Вон там видно две плашки G-Skill. По-моему, 6200 они по частоте DDR5. Ну и материнка у меня вот такая. Вот, если вдруг интересно. Вот компания MSI X670E, карбон Wi-Fi. Отличная. Тут у нас PCI-Express 5.0. Ну, я думаю, проще он куда-нибудь на XBT залезть, да почитать. Я, наверное, сейчас свет вырублю, чтобы вам показать подсветку. Так, что-то часы у меня возбудились. Вот такая красота. Система охлаждения у меня от Cooler Master. Она включает два вот таких вентиля. RGB подсветка. Ну, остальные у меня, по-моему, Deepcool, если я не ошибаюсь. Вот задний тут один. Вот тут, по-моему, один. И снизу три штуки. То есть он достаточно хорошо продувается. Очень радую. Свой старый комп я отдал брату. А брат свой отдал племяннику. И, ну, по итогу у меня получился апгрейд. Брату классный мой прошлый комп на 5950X. И племяннику досталось. Так что все в плюсе. Время час ночи практически, друзья мои. И у нас вечерний жор. Смотрите, какой он мне сделал. Лапшичку, лакшери. Катюни. Это дошик обычный. Ты сам попросил, сказал дошик. Да я, честно говоря, думал, что ты себе приготовишь. Типа время много. Ты же сказал, что я голодный. Не, ну я прям перед сном. Это странно. Ты мне кричал, прибежал ко мне на кухню. Я голодный, я проголодался. А потом я тебе сказал, ладно, я не буду есть. Ну, первое слово даже ждал. Не, ну я съем, раз такое делал. Все. Приятного аппетита. И... Да и все. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вкусно тебе? Это индейка с сыром. Пробуй. Все такое. Ну все. Реальная жизнь. Продолжение следует.